Добрый день, меня зовут Алексей Валейла, со своим напарником Янь Донтао мы представляем вашему вниманию нашу работу на тему особенностей перевода повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Возможности перевода культуронимов у Андрея Венедиктовича Фёдорова сводятся к четырем основным случаям. Это, во-первых, транслитерация, либо транскрипция, непосредственное использование данного слова, обозначающего культуроним, либо его корни в написании буквами своего языка или в сочетании с суффиксами своего языка. Во-вторых, создание нового слова или сложного слова или словосочетания для обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в языке. Третий способ – использование слова, обозначающего нечто близкое, хотя и не дождественное по функции киноязычной реалии, иначе уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с приблизительным обозначением. И четвертый способ – так называемый гипонимический или обобщенно-приблизительный перевод, при котором слова исходного языка, обозначающие видовое понятие, передаются словом переводящего языка, называющим понятие родовое. Михаил Булгаков в своем произведении использует большое количество русизмов. Итак, разберем наш первый пример. Слово барыни. Так на Руси обращались к замужней женщине, представительнице высших сословий. Первый переводчик выделяет как Второй же переводчик использовал словосочетание По нашему мнению, ни первый, ни второй вариант перевода не передает смысл слова барыни. Перейдем ко второму, на наш взгляд, труднопереводимому слову – комиссарше, то есть жены комиссаров. Первый переводчик использует слово комиссарше в мужском роде, не обращая внимания на то, что в оригинале слово стоит именно в женском роде. Второй переводчик, по нашему мнению, лучше отразил смысл слова комиссарше, написав «a commissar's wife» – жена комиссара. Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов в именах собственных – особенность русского языка и русской культуры. Конечно, переводчикам было сложно передать весь смысл фраз «это все Зинка ябедничает» и не сметь называть Зину Зинкой. Так, во втором столбике мы видим, что первый переводчик использует фразу В третьем столбике красным цветом обозначено слово, через которое второй переводчик решил обозначить имя Зинка. Ну, результат, как минимум, странный. В качестве четвертого примера мы взяли слово «папаша». Оба переводчика используют слово «дядь», к сожалению, так и не передав ту существенную разницу между словами «папа» и «папаша». Передаю слово моему коллеге Дантау. Продолжение следует...